Такого снегопада, такого снегопада, я дальше слов не помню. В Нью-Йорке зимушка-зима. Сквозь снежную бурю пробираюсь я в Кеймарт и Тойзер Аз, чтобы снять охоту на кукол. Вот так. Итак, я нашла кукольный отдел, и давайте смотреть, что здесь есть в наличии. Обратите внимание, что здесь нет какой-то отдельно выделенной полки для Монстер Хай, Эвер Афтер Хай и Братс. Здесь все вместе, а также Стар Дарлингс. Пойдемте по порядку. Здесь у нас почему-то лежа. Находятся Тороли из коллекции Грейс Кэрри Риф и Фрэнки. Цена этих кукол непонятна. Далее мы можем увидеть кукол Братс. Это Хлоя. Кэмерон. Обратите внимание на цены. 18.99 долларов. Также есть Хлоя из коллекции Селфи Снэпс. Далее можно увидеть куколок из коллекции Стария Брод. Это Джейд и Рая. Их цена 27.49. Сноу-кист Хлоя по цене 27.49. Кэмерон еще раз. Стария Брод Хлоя. Сразу же давайте посмотрим на верхнюю полку. Там у нас почему-то затесалась Коля Охэр из коллекции Драгон Геймс. Не знаю, это ее цена или нет, но здесь стоит 30 долларов. Далее идет плейсет Селфи Снэпс. По цене 38.49. Еще раз Хлоя из коллекции Стария Брод. И Джейд. Пройдемся по нижним полочкам. Здесь у нас Дарлинг Чарминг базовая. По цене 24.49. Очень много базовых Дарлинг. А также есть базовая Розабелла Бьюти. Так, здесь перепутаны ценники. Написано, что это кукла Брат. На самом деле стоит Холи Охэр из коллекции Драгон Геймс. Далее идут наборы для экспериментов Project MC Squared. По цене 10.99. Бюджетная Raven Queen с упрощенной артикуляцией. Лесные Пикси. Сайчик. Упрощенная Apple White. И упрощенная Эшли Нелла. Далее коллекция Буйорк. 30. Сколько? В общем, цены вообще не показательны. Все перемешано. Буйорк, в общем-то, в ассортименте. И эта коллекция уже достаточно давняя. Не очень нам интересно. Итак, плейсет Эппл и ее дракон Драгон Геймс. Так, кто-то у нас прячется. Алистер. Фейбл Торн. Дача Суон. И Розабелла Бьюти. А, это микрофон Монстер Хай. Караоке-микрофон. Клодин Глум Бич. Перевыпуск. На полочке ниже можно увидеть куклу Стар Дарлингс. Далее у нас вновь кукла Стар Дейброд. Это Есмин. Хлоя, которая идет в комплекте с селфи-палкой. Джейд, которая также идет в комплекте. В комплекте с селфи-палкой. В самой нижней полке Стар Дейброд Хлоя. Куклы Эвер Афтер Хай из коллекции Wait Wonderland. Цены перепутаны, не соответствуют действительности. Здесь есть Холи О'Хэр с прибором для завихти волос. А также куклы бренда Project MC Square. Классненькие кукляшки. Но пока не уверена, что буду приобретать. Но весьма и весьма симпатичные. Далее идет вот такой набор для творчества с куколкой Братс. И рядом Стар Дейброд от Братса. Фрэнки дизайнер Бутик. Уже продается. У нее упрощенная артикуляция. Молдированы швы. Далее идут две головушки Анти Стар Дейброд. В общем-то, в Киемарте куклы это прям настоящий микс всего. Вот, например, наверху можно увидеть Гулиопу. Рядом стоит Тэш Финелла из коллекции Сквозь Леса. Далее просто каким-то чудом здесь появляется Фэрри и Пэл из коллекции Great Scarberry. А потом какой-то медведь. Фигурки здесь у нас есть. Они в 13.49 стоят. Лагуна. И все. Только лагуна есть в ассортименте. Хайт Мэрс. Такая лошадка. И вот такая лошадка. Вернее, кентаврик. Перевыпуск Фрэнки Глум Бич. Страшно огромная Мэдалин Хэттер. Куклы из коллекции Глум энд Блум. Пока я вижу только Катрин. А вот здесь даже есть Исидон Дэнсер из коллекции Brand Blue Students. Джейн Буллитл. И куколки Стар Дарлингс. Это их, так сказать, такие более бюджетные выпуски. И вот такая еще есть куклешка. Старлинги в мире людей. Также есть в ассортименте ручки Monster High. Клео. В общем, не впечатлена я ассортиментом Кеймарта. Здесь все что-то как-то навалено. Все перемешано, цены непонятные. Брать ничего не буду. Пойдемте в Тойзер Расс. Хотя можно здесь что-нибудь еще посмотреть. Например, куколок Диснея. Там, кажется, еще был не завал. Завал вот здесь. О, смотрите. О, что Китти сюрприз тут валяется. Так, здесь есть принцессы от Hasbro. Фигурки принцессы от Hasbro. Большие миньоны. Банана. Короче, здесь вообще все забаррикадировали в отдел Барби. Ну, вроде ничего особенного я там не вижу. Так что, ладно. Я знаю, что многие американские блогеры, которые занимаются дружками, обожают вот этого пупса. Каббич Пэтч Китс. Смешная мордашка. Я все-таки прошла в Барби. Здесь есть Барби и Принцесс Пауэр. И малышки. Вот Барби Роккен Ройлс. Ну, что ж, я нахожусь около входа в магазин Toys R Us. Он находится в торговом центре неподалеку от Empire State Building. Пойдемте охотиться на кукол. Судя по надписи Toys R Us Express, он маленький. Но не будем терять надежду найти что-то интересное. К сожалению, ассортимент кукол здесь не очень большой. Но сразу же бросается в глаза Frightfully Tolled Ghouls. Есть все на данный момент выпущенные Frightfully Tolled Ghouls. Это Фрэнки, Элизабет, Клодин и Дракулаура. Стоимость этих кукол около 35 долларов. Почему-то вот, например, Фрэнки 36,99. Элизабет дешевле 34,99. Также в ассортименте есть виниловые фигурки. По цене 11,49. Это Гулия. Клео. Спектра. Там уже есть Твайла. И кажется, все. Далее мы видим вот такую сумочку металлическую Ever After High. С какими-то принадлежностями. И набор Мегаблок с лавиной. Его цена 19,99. На следующей полке куклы от компании Hasbro. Это куклы Descendants. И вы можете посмотреть, какие здесь есть в наличии. А также их цены. 34,99 такая кукла. 46,99 сет. Также есть Мел. Джейн. Сет Мел и ее мамочка. Следующая полка у нас это Iris Klops из коллекции I Love Fashion. Кстати, она на скидке. 14,98. И рядышком куклы Star Darlings. 19,99. И вот такие есть кукляхи в наличии. На самой нижней полке бюджетные Star Darlings. Их стоимость 14,99. И варяжки представлены в коллекции Way to Wonderland. 24,99. Мэнди. Также есть Лиззи, Эппл. И вот там Китти. Куколки Братцы из коллекции Study Abroad. Их стоимость 15,98. И это Ясмин и Джейд. А также Хлои. На верхней полке можно заметить девочек of Best Track Girls. Тего лишь одна коробочка. Здесь у нас Fairy Good Fairy. 25,99. Банни Бланк. Жустин Дэнсер. Тоже все по 25,99. Darling Charming. Китти Чешир. То есть такие базовые персонажи. Также здесь есть Fable. На нее скидка 15,99. Вот такая у нас королевская Apple White. По цене 34,99. И Сет Эппл и Рэйвен. 22,98. Как-то рандомно здесь появляется Торолей по цене 19,99. Из коллекции Freak du Chic. Продолжение следует... Продолжение следует... Кэббич Пэтч Китс. Очень смешные. Смотрите, это конструктор, который я видела на Той ЦР. Что-то подобное. Можно конструировать. Шопкинса! Смотрите, это какая-то настольная игра с шопкинсами. Блеск для губ в виде Анны из холодного сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сынка Пеппа. Сынка Пеппа, приветствую. И здесь же есть патруль щенячий. А я уже видела, какие будут новые наборы с патрулью в щенячем в джунглях. Сынка Пеппа. Вот это паровозик у нас. Барби Фэшинистес. 14,99. Вот такая куколка. Блондиночка. Кэн Фэшинистес. Ну, Афро Минканка. Вот еще Барби Фэшинистес. К сожалению, нету новых Барби. Пухленько миниатюрные, только стандартные. Это кто это у нас тут? Это Блондиночка. Кэн вот такой стандартный, гламурный. И рядышком Кэн Фэшинистес. Ой, какая странная дамочка. И не Барби, и не знаю кто. 19,97. У бассейна она. Также есть кукла Барби Стайл. 18,49. И вот такая Сталин Хэт. Ручки так сложила забавно. Стейси, сестра Барби. Различные фэшн пэки. Барби Русалочка. 12,99. Рядом вот такая с крылышками. Пляжные куколки с нарисованными купальниками. Также есть Барби Герл Скаут. Барби Мэйд Ту Моу за 17,49. Блондиночка. С каштановыми волосами. Ага, и кореяночка. Ну, ничего себе. Эту Барби я сегодня видела на треке Hot Wheels. Она имитировала с собой статую Свободы в Нью-Йорке. И вот я вижу ее в магазине. Так и называется. Барби Статю of Liberty. Статуя Свободы. Ее цена 45,99. Барби Малибу Эвеню. С огромным количеством аксессуаров. 25,99. А это Барби Итси Герл. Я рассказывала вам в одном из своих выпусков Дайджеста. Об этой куколке. Она продавалась на сайте The Barbie Collection. В комплекте с ней идет Мишка. Она очень милая, нежная, в ретро-стиле. Ее цена 19,99. Это Барби Доктор и ее пациенты и животные. 34,99. Барби Малибу Эвеню со скутером 31,99. И другие куколки. А, это уже не Барби, обратите внимание. Она так затесалась под чумок среди Барби. Но это не Барби. Ребята, я долго думала. И в итоге я решила, что приобрету эту Барби в качестве сувенира из Нью-Йорка. Мне кажется, что для кукольника это просто идеальный сувенир. Это кукла в виде Статуи Свободы. Между прочим, это коллекционная кукла. Хоть и это самый простой розовый лейбл. Все равно она выглядит очень здорово. Ее классная упаковка. Я даже, скорее всего, не буду ее распаковывать. Посмотрите, какая красивая задняя сторона коробки. Еще мне очень нравится вот эта вот ретро-куколка. И раз уж она стоит 19,99, пока я здесь, я решила ее тоже взять. Вот такая у меня получается уже будет небольшая коллекция Барби. Ну что же, ребята, я надеюсь, вам понравилось это миниатюрная охота на кукол. Из-за того, что Русик болеет, я не могу поехать далеко, а многие магазины, типа Target, они находятся на окраинах, и мне туда одной страшно ехать. Вот, поэтому я здесь немножко погуляла по центру. Надеюсь, вам было интересно все-таки посмотреть то, что я вам показала. Надеюсь, что вы радуетесь вместе со мной, что я приобрела себе в коллекции вот этих замечательных, пусть и достаточно простенького лейбла, розового, но все-таки коллекционных Барби. Мне они очень сильно нравятся, и, конечно же, мне особенно радует то, что из Америки в качестве сувенира я везу в этот раз не магнит, а вот такую шикарную куклу в виде статуи Свобода. Все, чаще улыбайтесь, любите котиков, и пока-пока! Я пошла на кассу оплачивать Барби. Субтитры сделал DimaTorzok